Марс Неужели мы будем свидетелями исполнения древней мечты человечества? В сегодняшних проектах постепенно вырисовывается образ будущего межпланетного корабля. В жилом блоке корабля космонавты будут жить и работать в течение многомесячного полета. Здесь в распоряжении экипажа посты управления, каюты, салон, оранжереи. Аппаратура, установленная вдоль бортов жилого блока, станет дополнительной защитой от космических лучей. Специальный аппарат должен спустить экипаж на поверхность Марса. В этом аппарате экипаж проведет напряженную неделю. Это главная неделя всей экспедиции. Корабль должен иметь аппарат для возвращения экипажа на Землю. И, конечно, мощные ядерные двигательные установки для межпланетного перелета. Уже сделаны первые практические шаги по подготовке к этому событию. Многие элементы будущей межпланетной экспедиции уже отработаны на орбитальных станциях. Создана мощная ракета-носитель «Энергия». Она будет выводить на орбиту Земли блоки межпланетного корабля. Попробуем опередить время и представить, как же будет проходить экспедиция человека на Марс. Первым выводится на орбиту жилой блок. Затем одной ракетой доставляется аппарат для возвращения на Землю и аппарат для посадки на Марс. Стыковку обеспечивает специальный навесной отсек с баками и двигателями, который отбрасывается после выполнения своей задачи. Баки с топливом для двигательных установок поочередно стыкуются к жилому блоку. Топливом, или вернее рабочим телом, служит расплавленный металл литий. И последними пусками выводятся две ядерные электрореактивные двигательные установки. Они будут работать одновременно, но даже одна из установок может обеспечить при необходимости возвращение экипажа на Землю на любом этапе полета. После сборки двигательные установки раздвигаются, увеличивая площадь радиаторов, излучающих лишнее тепло реактора. Особенность ядерного электрореактивного двигателя — сравнительно малая тяга. Поэтому прежде чем корабль разобьет нужную скорость, он в течение трех месяцев, помедленно раскручивающейся спирали, будет удаляться от Земли. Корабль освободится от земного тяготения и начнет свой полет вокруг Солнца, направляясь навстречу с Марсом. После подхода к планете корабль по скручивающейся спирали приблизится к ее поверхности. Посадка на Марс всего корабля потребовала бы огромных дополнительных затрат, поэтому на поверхность спустится сравнительно небольшой аппарат с двумя космонавтами. Двигательная установка посадочного аппарата обеспечит ему мягкую посадку на грунт. Место посадки определено «Азара». Наиболее интересный участок планеты с загадочными особенностями, обнаруженными с помощью автоматов, уже посещавших Марс. Много интересного может ждать нас на Марсе. Например, долины Древних Рехов. Именно здесь, вероятнее всего, можно обнаружить какие-то биологические формы. Очень важно взять пробы грунта на различных глубинах от поверхности. После семидневных исследований Марса экипаж на взлетной ракете возвратится на межпланетный корабль. Впереди обратный путь к Земле. Перед подлетом к родной планете космонавты перейдут в кабину возвращения. Она со второй космической скорости ворвется в плотные слои атмосферы Земли и спустится на полигон посадки. Четыре посланца Земли выполнят почетную и ответственную задачу. Земная цивилизация перешагнет еще один выдающийся рубеж в своем развитии.